Часть третья. Чебачи швиньяки парныще, На свите трохи есть таких, Сывуху так мов бра гухлыще. Котлеровский, Энеида. Так ты думаешь, земляк, Что плохо пойдет наша пшеница, Говорил человек, с вида похожий На заезжего мещанина, Обитателя какого-нибудь местечка В пестрядевых, запачканных дегтем, И засаленных шароварах другому, В синей, местами уже с заплатами свитки И с огромной шишкой на лбу. Да думать нечего тут. Я готов скинуть на себя петлю И болтаться на этом дереве, Как колбаса перед Рождеством на хате, Если мы продадим хоть одну мерку. Кого ты, земляк, морочишь? Привоза ведь кроме нашего нет вовсе, Возразил человек в пестрядевых шароварах. Договорите себе, что хотите, Думал про себя отец нашей красавицы, Не пропускавший ни одного слова Из разговора двух негациантов. А у меня десять мешков есть в запасе. То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, То ожидай столько проку, Сколько от голодного москаля, Значительно сказал человек с шишкой на лбу. Какая чертовщина! Подхватил человек в пестрядевых шароварах. Слышал ли ты, что поговаривают в народе? Продолжал с шишкой на лбу, Наводя на него искоса свои угрюмые очи. Ну! Ну, то-то и ну! Заседатель, чтоб ему не довелось Обтирать губ после панской слевянки, Отвел для ярмарки проклятое место, На котором хоть тресни, Ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, Развалившийся сарай, Что вон-вон стоит под горою? Тут любопытный отец нашей красавицы Подвинулся еще ближе И весь превратился, казалось, во внимание. В том сарае то и дело, Что водятся чертовские шашни. И ни одна ярмарка на этом месте Не проходила без беды. Вчера волосной писарь Проходил поздно вечером, Только глядь! В слуховое окно Выставилось свиное рыло И хрюкнуло так, Что у него мороз подрал по коже. Того и жди, Что опять покажется красная свитка. Что же это за красная свитка? Тут у нашего внимательного слушателя Волосы поднялись дыбом. Со страхом обратился он назад И увидел, что дочка его и парубок Спокойно стояли, Обнявшись и напевая друг другу Какие-то любовные сказки, Позабыв про все находящиеся На свете свитки. Это разогнало его страх И заставило обратиться К прежней беспечности. Эге-ге-ге, земляк! Да ты мастер, Как я вижу, обниматься. А я на четвертый только день После свадьбы Выучился обнимать Покойную свою хвеську. Да и то спасибо куму, Бывший дружкой уже надоумил. Парубок заметил тот же час, Что отец его любезной Не слишком далек И в мыслях принялся строить план Как бы склонить его В свою пользу. Ты, верно, человек добрый, Не знаешь меня? А я тебя тотчас узнал. Может, и узнал. Если хочешь, И имя, и прозвище, И всякую всячину расскажу. Тебя зовут Солопий черевик. Так, Солопий черевик. А вглядись-ка хорошенько, Не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано. На веку столько довелось Наглядеться рожь всяких, Что черт их и припомнит всех. Жаль же, Что ты не припомнишь Голопупенкова сына. А ты будь-то Ахримов сын. А кто ж? Разве один только лысый дичко, Если не он? Тут приятели Побрались за шапки И пошло лобызание. Наш Голопупенков сын, Однако же, Не теряя времени, Решился в ту же минуту Осадить нового Своего знакомого. Ну, Солопий, Вот как видишь, Я и дочка твоя Полюбили друг друга так, Что хоть бы и навеки Жить вместе. Что ж, Параска, Сказал черевик, Обратившись и смеясь К своей дочери. Может, и в самом деле, Чтобы уже, Как говорят вместе, И того, Чтобы и паслись На одной траве. Что, по рукам? А ну-ка, Новобранный зять, Давай Магарычу. И все трое Очутились В известной Ярмарочной ресторации, Под ядкою у жидовки, Усеянную Многочисленной Флотилией Сулей, Бутылей, Фляжек Всех родов И возрастов. Эх, Хват! За это люблю! Говорил черевик, Немного подгулявший И, видя, Как нареченный Зять его Налил кружку Величиною С полкварты И, Немало не поморщившись, Выпил до дна, Хватив потом Ее в дребезги. Что скажешь, Параска, Какого я Жениха тебе достал? Смотри, Смотри, Как он Молодецкий Тянет Пенную! И, Посмеиваясь, И покачиваясь, Побрел он С нею К своему Возу. А наш Парубок Отправился По рядам С красными Товарами В которых Находились Купцы Даже из Годяча И Миргорода Двух знаменитых Городов Полтавской Губернии Выглядывать Получшую Деревянную Люльку В медной Щегольской Оправе Цветистый По красному Полю Платок И шапку Для свадебных Подарков Тестю И всем Кому Следует Продолжение следует